аксиомы статики всего насчитывается шесть аксиом шесть аксиом положенные в основу теоретической механики определяют основное содержание теоретической механики все собственно теоремы утверждения задачи основываются на этих аксиомах но номера аксиомы условные произвольные мы начнем с аксиомой так называемый аксиом параллелограмма аксиом параллелограмма она конечно известный в курсе в курсе физики стоит следующем утверждает следующее состояние тела не изменится если две силы приложенные произвольные точки заменить их геометрической суммы вот о чем идет речь имеется одна сила f1 в этой же точке что существенно приложена сила f2 они каким-то образом эти две силы действуют на тело оказывает некоторое воздействие и мы утверждаем что если мы эти силы отбросим и вместо них именно вместо них приложим другую силу построенные на этих силах как на странах параллелограмма то вот это сила будет оказывать такое же воздействие как и сила f1 и f2 в этом стоит аксиома она несколько кажется очевидным что такого f равняется f1 и f2 да уточним давайте f действительно равняется f1 плюс f2 действительно математически строго это известно из геометрии векторной что если мы сложим два вектора то получим третий вектор два вектора взяли сложили получили третий да но в этой в этом утверждении не говорится что это полученный вектор это тоже сила которая оказывает такой же точности воздействия да мало ли что получили сложили два вектора получили нечто другое тут хорошо привести пример который открывает известный довольно-таки старый учебник по тензорному анализу написанный моим учителем борис ефимовичем по бедре который говорит нельзя складывать что попало он приводится такой островный пример значит вот конечно этот пример относится к тензорной алгебре но как известно тензорная алгебра векторная алгебра тесно и взаимосвязаны он приводит пример садового кольца и тверской улице он тогда это назывался улица горького он говорит но если к примеру рассмотрим движение против часовой стрелки всех автомобилей по садовому кольцу и обозначим их интенсивность то количество машин за некоторую промежуток времени за вектор в интенсивность а те автомобили которые по тверской идут к центру обозначим там за у то это характеризует каждый вектор интенсивность движения возьмем просто и формально их сложим получим что в тот угол где я не помню как назывался тогда известный ресторан врезается количество автомобилей характеризуемое вектором w что нет на самом деле то есть бессмысленно складывать вектора и получать и придавать смысл этой сумме определенные в общем случае это конечно бессмысленно но именно в этом сила вот этой аксиомы как всем утверждает что если мы две силы ложные в одной точке заменим их суммой то это действительно будет не что-нибудь и конки рунда а действительно силу и который будет оказывать точность такое воздействие как первые две